Первый на территории нашей области мусоросортировочный завод запустят через три месяца. По планам предприятия должно было начать работу намного раньше. Сейчас готовность завода составляет 100%. Но не хватает только лицензии на осуществление деятельности. Ее оформление может занять несколько месяцев. Завершается процесс опуска наладки. Сейчас идет итоговая проверка службы государственного строительного надзора. Как только все эти вопросы будут завершены, собран необходимый пакет документов, он сдается на получение лицензии. На этом предприятии будут сортировать бытовой мусор. Мощность завода позволит принимать все твердые коммунальные отходы города Иваново, Кохмы, Ивановского и Формановского районов. Из них извлекут ценные утильные фракции. Все виды пластика, картон, стекло, металл, бумагу. Причем технологическая линия смонтирована таким образом, что сначала специальный автоматический магнитный сепаратор отсортирует металл. Затем роторный сепаратор позволит извлечь из мусора землю и песок. Только после этого 22 сотрудника приступят к ручной сортировке мусора. Полученные вторичные ресурсы будут прессовать в кипы и отправлять на переработку. Несортируемый остаток отправят на полигон. Сами заводы это наоборот благо. Это не только рабочие места, но прежде всего экология. Ну и плюс налоги, естественно, немалые. Я все так в шутку называю, что это маленькая нефтяная скважина для области. У нас нет нефти, а вот это будет маленькая нефтяная скважина. Из ничего будут делаться деньги. С появлением завода экологическая обстановка в регионе должна существенно улучшиться, так как в землю не будет попадать пластик, который, разлагаясь, выделяет ядовитые вещества. Да и объем спрессованных несортируемых остатков, поступающих на полигоны, сократится как минимум на 80%. Любовь Почерникова, Антон Осипов, РТВ Иваново.